Бесплатная юридическая консультация, помощь детям-сиротам, усовершенствование избирательной системы, деятельность отдельных НПО вносит немалый вклад в развитие страны, продвигая демократические принципы и отстаивая права уязвимых граждан. По разным данным, в Кыргызстане количество НПО колеблется от 8 тысяч до 12 тысяч, однако не все они преследуют благие цели. Например, в митингах и шествиях отдельные представители преследуют сугубо личные цели, при этом они очень умело прикрываются различными социальными проблемами и особенно часто принципами демократии. Бывает, что требования отдельных митингующих порой даже непонятны. Зачастую за такими лицами стоят НПО, которые на грантовые деньги сами создают различные проблемы с целью будущей критики власти. Самое обидное, что такие акции протеста вносят раздор между гражданами нашей страны и дестабилизируют ситуацию в стране, а в такой ситуации говорить о развитии страны и не приходится. Требования участников протеста обычно носят либо социальный, либо политический характер и последний вид требований обычно выдвигают представители неправительственных организаций. Но какие бы ни были акции и шествия, для всех существуют одинаковые правила, которые необходимо соблюдать, напоминают эксперты. Ввиду сложившейся политической обстановки число пикетов стремительно возросло, какие-то из них санкционированы, а некоторые нет. Вот активизировались неправительственные организации, которые финансируются Западом. Вот в частности, вот эти воскресные, еженедельные воскресные митинги по бульвару Дзержинского. Ну, они, конечно, носят такой политический характер. Это метод давления на власти. Эти митинги, демонстрации трудящихся вообще народа, они должны проводиться в рамках закона. И эти бастуи, это митингующие, они не должны нарушать права других людей. Понятие НПО в Кыргызстане появилось после обретения независимости. В первые годы для их деятельности в стране был предоставлен широкий простор. Даже в митинге, направленный на решение социальных проблем, вклиниваются провокаторы, которые прячут камень за пазухой. Чтобы окупить полученные деньги извне, они чаще всего прикрываются такими акциями протеста, продвигая ценности Запада. Все это говорит о том, что, наверное, все-таки пришло время как бы навести порядок в этом деле, как себе позволена, скажем, Российская Федерация, Узбекистан, Казахстан, наши соседи и так далее. Поэтому я бы хотел призывать к благоразумию тем лицам, которые возглавляют различные НПО, чтобы наконец-то, когда сейчас общество воспрянуло духом и поддерживает президента на новый курс, просто вписаться в эту струю и поддержать общий порядок. Эксперты напоминают, что НПО не вправе вмешиваться в политические процессы. Для этого в стране есть политические партии, которые действуют в рамках установленных правил. Ну а сегодня отдельное НПО, вмешиваясь в политическую жизнь страны, пропагандирует нетрадиционные для кыргызов идеи и ценности. К примеру, для отдельных стран деятельность таких НПО закончилась весьма плачевно. Например, есть в мире такие государства, как Филиппин, которые именно под влиянием Запада утратили свою собственную национальную идентичность. В то же время такие государства, как Япония, Южная Корея, Сингапур, они воспринимали западные ценности, но сохранили свои традиционные ценности. Сейчас у нас реализуют отдельные проекты, которые именно разрушают нашу традиционную систему образования, систему жизни, традиционный уклад. И поэтому наша задача, наша цель – это сохранить свою традиционную культуру, в то же время не отстать от развитых демократических стран и строить демократии по-своему, своим национальным особенностям. В последнее время в Кыргызстане участили заявление об ужесточении ответственности неправительственного сектора. Так, прозрачность финансовой деятельности политических партий и других НКО прописана в проекте новой конституции. В восьмой статье основного закона указано, что политические партии, профессиональные союзы и другие общественные организации должны обеспечить прозрачность финансовой и хозяйственной деятельности. Вводимая норма является крайне необходимой, отмечают эксперты.